Увергаются дискриминации, будучи лишенными занимать право должности в партиях. А партия, существующая модель непартийной власти, не дает быть связующим звеном между народом и властью, из-за чего партии хереют и сжимаются, вместо того, чтобы активно заполнять собой политическое пространство. И вообще, далее цитата, мнение о том, что непартийная власть, демократичнее, чем партийная, не оправдана. Так чеканно закончил свой доклад, ответственный за проведение в жизни исторической поправки единороссовец Владимир Пилигин. Таким образом, у Единой России получилось, что принятие пресловутой поправки приведет к укреплению в России многопартийной системы, как говорится, свежопитания. Оно, конечно, приведет к укреплению, да вот только одной единственной партии, все той же Единой России. Потому как, если рядовой министр и повалит в какую-нибудь партию, то только в эту. Никаких сомнений это почему-то не вызывает. Это по поводу укрепления многопартийности. Против высказались КПРФ с Родиной. Для них осталось непонятным, откуда у занятых до крайности министров найдется время на партийное руководство. И наоборот. Жаль, что не припомнили, что такой вот министр-совместитель у нас уже наблюдался. Посаженный одновременно на МВД и на Единую Россию. Помните, Борис Грызлов. В результате ни МВД блестящими успехами не радовало, ни Единую Россию никто, кроме думских депутатов, да входящих в нее функционеров, всерьез за партию. Это и не считал, и не считает. Ведь политическая партия, как известно, это союз людей, объединенных общей идеей и борющихся за то, чтобы эту идею притворять в жизнь. Ну и где у нас такие партии, разве что кроме КПРФ? Везде сплошная политтусовка с главной задачей вожделенного финиша у корытца Кремлевского. Так что навряд ли очередное пересаживание поможет нашему квартету заиграть слаженно и мощно. Такие вот дела.